Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим ремонт и эксплуатацию сушильных установок. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции сушильных установок, они требуют бережного обращения, а также технического обслуживания и ремонта. В этом видео подробно рассмотрим порядок технического обслуживания и ремонта сушильных установок. На зерноперерабатывающих предприятиях технологические схемы переработки зерна построены по принципу непрерывного движения зерна и продуктов его переработки от приемки зерна до получения муки. В технологических схемах и процессах участвует транспортное, технологическое, вспомогательное оборудование, эффективность работы которого зависит от комплекса организационно-технических мероприятий, которые должны обеспечивать бесперебойную работу оборудование и выпуск продукции высокого качества. Одним из важных элементов комплекса организационно-технических мероприятий является система планово-предупредительного ремонта, сущность которой заключается в том, что оборудование наряду с повседневным уходом подвергают через определенные промежутки времени планово-профилактическим осмотром, текущему и капитальному ремонтом. Системой планово-предупредительного ремонта решаются следующие задачи. Поддержание оборудования в рабочем состоянии, предотвращение случаев аварийного выхода оборудования из строя, увеличение производительности оборудования модернизацией, которая может быть проведена в период ремонта, снижение расходов на ремонт оборудования в результате повышения производительности труда, экономии материалов, применения передовых методов ремонтных работ. В систему планово-предупредительного ремонта входят два вида работ. Межремонтное обслуживание и периодическое выполнение плановых ремонтных работ. Межремонтное обслуживание включает осмотр и контроль оборудования, его отдельных узлов и агрегатов, регулировку машин и узлов, устранение мелких неисправностей. Особое значение при межремонтном обслуживании имеет правильная эксплуатация оборудования. Межремонтное обслуживание должно проводить не только ремонтный, но и эксплуатационный персонал. Периодическое выполнение плановых ремонтных работ состоит из осмотра текущего и капитального ремонтов и проводится по разработанным графикам. Осмотр оборудования. Это один из основных видов ремонтной профилактики и проводят его для того, чтобы выявить дефекты, которые должны быть устранены в процессе предстоящего планового ремонта. Кроме того, во время осмотра определяют общее техническое состояние оборудования и устраняют мелкие неполадки. Для этого вскрывают и проверяют узлы, работающие под нагрузкой. А узлы, недоступные осмотру, прослушивают на бесшумность хода. При осмотре оборудования проверяют, например, на нориях. Крепление и наличие смазки в подшипниках. Натяжение ленты. Наличие на ней ковшей и их крепления. Бесшумность работы редуктора и наличие в нем масла. Исправность ограждения. На транспортерах. Крепление и вращение роликовых опор. Состояние стыков на транспортерной ленте. Ее натяжение. Состояние натяжной и приводной станции. Клиноременной передачи и оградительных устройств. Кроме того, на надсилостных транспортерах проверяют легкость передвижения сбрасывающей тележки. У зерно-очистительного оборудования. Состояние ситового кузова и сит. Работу очистительных устройств. Распределительных механизмов. Эксцентрикового колебателя. Аспирационных камер и вентиляторов. В таком же порядке проверяют сушильное, вентиляционное и другое оборудование. Осмотры должна проводить комиссия в составе дежурного слесаря, электромонтера и рабочего, обслуживающего соответствующую машину. Результаты осмотра записывают в журнал. По этим записям в дальнейшем определяют объем и продолжительность ремонта. Для более точного определения объема ремонта и его продолжительности в журнал необходимо подробно заносить состояние осматриваемой детали, степень ее износа и т.д. Неисправности и дефекты, которые могут привести к ухудшению работы оборудования, устраняют немедленно. Текущий ремонт проводят для поддержания оборудования в рабочем состоянии до очередного капитального ремонта. При проведении текущего ремонта ремонтируют и заменяют мелкие детали и узлы, регулируют несложные механизмы, проводят статическую балансировку вращающихся деталей, очищают и ремонтируют коммуникации, ремонтируют и заправляют смазочные системы. Так, при текущем ремонте вентилятора зачищают шейки вала, промывают подшипники и смазывают их, заменяют или заваривают единичные локости, выправляют или заваривают отдельные места кожуха, балансируют крыльчатку на ее подшипниках, подкрашивают кожух. При текущем ремонте нории устраняют задевание ковшей отрубы, разбирают и промывают подшипники, зачищают шейки валов, перетягивают и частично заменяют ленту до 15-20% и ковши до 15-20%, проводят мелкий ремонт других узлов. Объем работ при текущем ремонте определяют по классификатору. Необходимо учитывать, что при выполнении текущего ремонта ремонтируют или заменяют только те детали, срок службы которых истек, или их прочность и точность меньше допустимых пределов. Текущий ремонт выполняют ремонтные бригады, дежурные слесари и обслуживающий персонал под руководством главного механика или механика. Все работы по текущему ремонту оборудования заносят в карточку или журнал текущего ремонта. Капитальный ремонт проводят с полной разборкой машин. Предусматривается замена или ремонт всех изношенных деталей. Полное регулирование машины. Так, при капитальном ремонте вентилятора заменяют подшипники, наваривают, протачивают и шлифуют шейки вала. Полностью ремонтируют крыльчатку и балансируют ее. Красят вентилятор. При капитальном ремонте Нории проводят комплексную проверку отвесности Нории. Устраняют кривизну в трубах и задевание ковшей от трубы. Заменяют подшипники. Наваривают, протачивают и шлифуют шейки валов. Исправляют натяжные и тормозные устройства. Ремонтируют все части головки, башмаки и привода Нории. Заменяют ковши и ленты. Более 20%. Проводят общую регулировку и красят отдельные узлы. Объем капитального ремонта определяется по классификатору. За несколько месяцев перед капитальным ремонтом начальник цеха, участка или механик совместно со слесарем и обслуживающим персоналом составляют ведомость дефектов на каждую единицу оборудования. Проводят капитальный ремонт бригады слесарей совместно с обслуживающим персоналом. Отремонтированную машину сдают по акту, который утверждает главный инженер предприятия. Во время капитального ремонта проводят и модернизацию оборудования. Все указанные виды ремонта, предусмотренные системой ППР, выполняют с учетом их периодичности, показателей сложности, нормативов трудоемкости и нормативов простоя оборудования в ремонте. Эффективность системы ППР может быть обеспечена при выполнении следующих основных мероприятий. Правильное введение паспорта каждой единицы оборудования, организационный учет работы оборудования, соблюдение межремонтных периодов, определение для каждого вида оборудования структуры ремонтного цикла. Оснащение ремонтных мастерских соответствующим оборудованием, обеспечение их необходимым резервом запасных частей и узлов, чертежами, техническими условиями, нормативами и технологической документацией для ведения работ. Качество и себестоимость различных видов ремонта зависят от того, какой метод ремонта применяют – бригадный, узловой или поточный. На следующих нескольких слайдах представлены примеры неисправностей сушилок и способы их устранения. Так, например, на первом слайде вы можете видеть следующие неисправности. Не поступает топливо к форсунке, не воспламеняется топливо, выбивается пламя из камеры сгорания, подгорает продукт. Описание причин этих неисправностей и способов их устранения. На втором слайде вы видите следующие неисправности. После подачи тока на электроды в течение 30-45 секунд и зажигания факела не зажглась сигнальная лампочка. Трудно регулируется горение. Форсунка не обеспечивает требуемую температуру и коптит. А также причины этих неисправностей и способы устранения. Также вы видите следующие два слайда с описаниями примеров неисправностей и способов их устранения. Я не буду подробно останавливаться на этих слайдах. Вы можете остановить воспроизведение и изучить эти слайды подробнее. Также, если вам эти слайды оказались полезными, вы можете сделать их скриншот, нажав клавишу Print Screen на клавиатуре. А потом, вставив из буфера обмена эту картинку, например, в текстовый редактор. Ознакомившись с таблицей неисправностей сушилок и способами их устранения, продолжим разговор о системе планово-предупредительного ремонта, а точнее о методах подхода к выполнению ремонтных работ. Бригадный метод заключается в том, что все ремонтные работы какой-либо машины выполняет одна бригада. Этот метод применяют на небольших предприятиях. При бригадном методе отсутствует специализация и разделение труда в работе. Узловой метод заключается в том, что весь объем ремонтных работ подразделяют на ремонт отдельных узлов. При этом методе отдельные узлы демонтируют и заменяют запасными. Демонтированные узлы сдают в обменный фонд, организованный при складе. Каждое предприятие должно иметь номенклатуру взаимозаменяемых узлов и деталей. Узловой метод ремонта тем эффективнее, чем больше на предприятии однотипного оборудования. Узловой метод позволяет проводить капитальный ремонт при необходимости в 2 или 3 смены. Он может быть применен на крупных предприятиях, имеющих хорошо оснащенные механические мастерские. Поточный метод ремонта применяют на ремонтных предприятиях, где имеется большая программа ремонта однотипных машин, узлов и деталей. Ремонт циклонов и разгрузителей. В вентиляционных и пневмотранспортных установках для очистки воздуха и выгрузки материала применяют центробежные циклоны и разгрузители. Как известно, центробежный пылеотделитель состоит из двух концентрических цилиндров входного патрубка и конуса. Часто циклоны объединяют в батареи. Батарейная установка имеет два отводящих коллектора. Выделенная пыль собирается двумя шнеками, расположенными под каждым рядом циклонов, и выводится шлюзовыми затворами. Ремонт батарейных пылеотделителей сводится к ремонту шнеков, шлюзовых затворов, выправлению вмятин на коллекторах и отдельных частях циклонов, а также к обеспечению полной герметизации всей установки. При ремонте разгрузителей, кроме перечисленных выше работ, которые выполняют при ремонте циклонов, необходимо обращать внимание на ремонт улиток. Большому износу подвергается корпус улитки. На него ставят заплатки из листовой стали толщиной 3-5 мм. Втулки и валик с винтовыми нарезками для регулирования конического клапана должны легко вращаться от поворота маховика. При срыве резьбы у втулки и валика ее нарезают заново. Обязательно проверяют ограничители клапана. Место присоединения фланца, патрубка к корпусу разгрузителя нужно тщательно герметизировать. Ремонт вентиляторов. Для сушильной техники применяют вентиляторы типа С9-57, С8-18, С4-70, С4-76, С4-76-10G-02, С10-28, ВВД, АВД и другие. Характер износа и технология ремонта всех типов вентиляторов почти одинаковы. При эксплуатации вентиляторов наблюдается ослабление крепления корпуса подшипников, выход подшипников из строя из-за вибрации ротора или шкива, износ и поломка лопаток, задевание лопаток о кожух, ослабление фланцевых соединений подводящих и отводящих воздухопроводов, ослабление болтовых соединений станины с фундаментом. Для ремонта вентилятора разбирают в такой последовательности. Снимают подводящие и отводящие воздухопроводы, ограждение привода, отвертывают болты крепления наружной крышки вентилятора со стороны ротора, разбирают подшипники и вынимают вал с крыльчаткой. Если необходимо ремонтировать кожух вентилятора, отвертывают болты, крепящие кожух к станине, и снимают кожух. В зависимости от конструкции вентиляторов последовательность разборки может быть изменена. Наиболее часто ремонтируют ротор вентилятора. Наибольшему износу подвергается крыльчатка, у которой при необходимости меняются работанные лопатки, розетки, диски и кольца. Новые лопатки изготовляют из стали марки ST1, точно таких же размеров, как и остальные лопатки. Для изготовления лопаток пользуются двумя шаблонами. Один для вогнутой поверхности лопаток, другой для выпуклой. Заготовку укладывают на выпуклый шаблон и ударами молотка придают ей необходимую форму. Для проверки правильности формы лопатку зажимают между двумя шаблонами. Поверхность лопатки должна быть гладкой, без вмятин и выбоин. На кромках не должно быть надрезов и заусенцев. Изношенные лопатки, закрепленные заклепками или сваркой, срубают зубилом. При креплении лопаток электросваркой необходимо обращать внимание на качество шва, который должен быть прочным и не нарушать балансировку крыльчатки. Приваривают лопатки к диску и кольцу с выпуклой и вогнутой сторон. Отклонение зазора между диском и входным кольцом ротора не должно превышать 1 мм по длине. Розетки, кольцо и диск обычно изнашиваются значительно меньше, чем лопатки. И при необходимости их изготавливают новыми из чугуна, розетки, из стали, кольца и диски. Обрабатывать плоскости соприкосновения этих деталей нужно по третьему классу точности. Диск и кольцо изготавливают соответственно из 4 и 5 мм листовой стали. После проточки на токарном станке диск и кольцо сваривают на плите. Вал крыльчатки ремонтируют в обычном порядке. После ремонта крыльчатку вместе с валом балансируют. Ремонт кожуха вентилятора, если он изготовлен из листовой стали, сводится к выправлению неровностей на его поверхности, уплотнению швов. При ремонте вентиляторов следует обращать внимание на посадку подшипников. Посадка на вал должна быть плотной, а корпус скользящий. Ближайший к колесу подшипник должен быть установлен с упорным кольцом. Второй без упорного кольца с боковым зазором по 2-3 мм на сторону, допускающим осевое перемещение наружного кольца шарикоподшипника. Для обеспечения нормальной работы шарикоподшипников и увеличения долговечности их службы обязательно должны быть установлены фетровые кольца. Для вентиляторов низкого давления расчетная долговечность шарикоподшипников принята не менее 15 тысяч часов. Для вентиляторов среднего и высокого давления не менее 10 тысяч часов. При установке ротора вентиляторов кожух необходимо, чтобы боковые стенки кожуха были строго параллельны плоскости диска и кольца. А расстояние между колесом и всасывающим патрубком должно быть таким, чтобы колесо не задевало кожух. Проверяют правильность взаимного расположения кожуха и колеса, медленно вращая колесо вручную. Если расстояние между колесом и всасывающим патрубком не одинаково, величину этого расстояния регулируют с помощью прокладок из листовой стали, устанавливая их под корпуса подшипников, предварительно проверив правильность установки колеса на вал. После сборки вентилятор проверяют на холостом ходу и под нагрузкой. При обкатке вентилятора не должно быть биения вала и вибрации станины. Биение вала допускается не более 0,3 мм. Не допускается задевание ротора кожух, нагрева подшипников и вытекание смазки. Для увеличения межремонтного периода вентиляторов снижения шума рекомендуется вентилятор с электродвигателем устанавливать на виброизолирующих прокладках, а всасывающие и нагнетательные патрубки соединять с воздухопроводом мягкой гофрированной вставкой из двойного брезента или прорезиненной ткани, или других гофрированных материалов. Рассмотрим подробно таблицу неисправностей сушильных установок и методов их устранения. Перед тем, как я перейду к этой таблице, которая будет занимать несколько следующих слайдов, я прошу учесть, что конструкции сушильных установок постоянно совершенствуются. И вам следует воспринимать следующую информацию не в качестве руководства к действию, а в качестве именно информации. А применять ее на вашем предприятии или нет, вы решаете самостоятельно. Прошу это учесть. Вы посмотрели видео-лекцию, посвященную эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту сушильных установок. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч.